Всем привет, с вами Голодный и я вас поздравляю. Сегодня у нас будет заключительная серия по Dark Souls 2. Да, это был очень тяжелый путь, длиною в целых 40 серий. В дальнейшем нам еще предстоит пройти DLC, и я надеюсь, что я это сделаю. Но это все в будущем. Но сейчас давайте поговорим с изумрудным вестником и потратим наши души. Нам хватает на парочку уровней. Давайте повысим стойкость. Немного не хватило. Есть еще 25 тысяч душ. Ну ладно, я не буду задерживаться. Как вы могли заметить, я в последней серии даже решил сменить обратно пол. На мужской. Так как я считаю, все-таки король должен занять трон. И мы отправляемся в замок Дранглика. Нам может пригодиться королевское кольцо, чтобы открылись врата. Хотя я их уже открывал. И по идее они уже должны автоматически открываться. Да, король Вендрик позаботился о том, чтобы к трону желания никто не проник. И как ни странно, здесь мы можем наблюдать ее. Моя путешествие уже завершена. Моя имя Шаналот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И она нам рассказывает очень интересные вещи. На самом деле ее зовут Шаналотта, и она была рождена драконом и создана людьми для того, чтобы обмануть проклятие. Но, к сожалению, что-то пошло не так, и она не смогла остановить распространение проклятия нежити. Как многие уже знают, на самом деле она была создана Алдией, которого мы уже неоднократно видели в виде изуродованного демона, который периодически появляется из-под земли. Да, Алдия создал не только Шаналоту, но и того самого поддельного дракона, которого мы уже убили. Он пытался сделать все возможное для этого королевства, но судьбу не обмануть. Природа пламени такова, что оно рано или поздно начинает гаснуть. И никакая супер-хранительница огня, как Шаналота, не может это остановить. И единственное, что можно сделать, это, собрав огромное количество душ, пожертвовав собой, возжечь это пламя. Но, как мы знаем, из Dark Souls 3 это бесконечно продолжаться не может. И с каждым возжением пламя постепенно все равно будет все больше и больше угасать. И весь этот мир в будущем будет представлять из себя жалкое зрелище, которое мы можем наблюдать в третьей части Dark Souls. Где, чтобы возжечь пламя, уже недостаточно одного короля и одного престола. И Шаналота нам больше ничего не говорит. Она выполнила свой долг, она привела нас сюда. Как пастырь. Заблудшую овсу, которая должна выполнить этот долг. Пожертвовать собой, чтобы... Продлить существование этого никчемного мира. Да, раньше в Dark Souls 2 не было альтернатив, и вам обязательно нужно было занять престол. После выхода DLC появился альтернативный вариант. Где можно не возжигать пламя, а просто уйти, погрузив этот мир во тьму. Но все-таки канонической концовкой будет именно воссесть на престол. И здесь можно призвать несколько помощников. Бенхарта. Венгарла. В общем, всех тех, кого мы встречали. Во время нашего путешествия. Ну, босс, скажу я вам, не очень сложен. И чтобы не испытывать на нем вообще никаких проблем, достаточно просто надеть вуаль черной ведьмы, которая дает защиту от проклятия тысячу. И после этого наша Андра будет уже не так страшна. Граба. 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 Да, королева Нашандра. Вот ее истинное лицо. Она представляет тьму и является одной из частей убитого Мануса нами в первой части Dark Souls. Вот эти фонтаны, которые она пускает, по идее их нужно уничтожать, чтобы они нас не проклинали, но учитывая, что она нас вуаль, это в принципе не так важно. Да. Да, Нашандра хочет, чтобы пламя погасло навсегда и мир погрузился во тьму. В принципе, это логично. И даже Вендрик не осмелился идти против своей возлюбленной и предпочел самоизоляцию в склепе нежити. Причем сделал все так, чтобы Нашандра не смогла до него добраться. Расставов Мельфинито. Так как склеп нежити находится за храмом Аманы, через который Нашандра не может пройти. Так, ладно, что-то я заболтался. Надо было лорд все-таки порассказывать не во время боя с боссом. Ну давай, немножечко-то осталось совсем. Блин, да что ж мне так везет-то, как было полечиться. В общем, как оказалось, хоть Вендрик и был сильным королем, который смог построить это королевство. Ну, судя по всему, он был еще тот подкаблучник. Полностью подчинился Нашандре, напал на гигантов, что привело к катастрофическим последствиям для его королевства. И после того, как он это все понял, он решил просто уйти. Заперев свою душу в храме Аманы и свое бренное тело в склепе нежити. Как раз тот самый маленький такой трон, где мы нашли его душу, как раз и указывает на то, что король на самом деле был не такой уж и... Опс! Великий король! Догонишь? Чем-то и юбка напоминает Нитра. Так, все. Сосредоточиться хватит уже снова играть. Да, она к косой хорошо задевает, поэтому лучше всего, конечно, от косы уклоняться, чем ставить щит. Потому что балансы настрой сносят очень быстро. Не осталось их фонтанов. Оу! Ни фиг жадничать. Покойся с миром, Нашандра. Душа Нашандры. Много старого забывая, Mt. кофе poco попадалось на землю. Игорь К природу. Бой pelo «какерка» Всего не другой让 они сидят. Он учителение. Игорь Крани seem files. Да! Я случайно пропустил там диалог И вот он наш Алдия Алдия ученый первородного греха Ничего особенного в этом боссе нет Он очень медленный Пространства для маневров очень много Единственное, что атаковать его нужно Тогда, когда вокруг него нет огня Такие вот моменты Как только он и начинает зажигаться Просто от него отходить Ветки Тоже увернуться несложно В общем, такой вот Грустный, печальный босс Музыка на нем Печальная Похоже, Алдия доэкспериментировался Превратился вот в такое вот жуткое создание Так же, как и Ведьма Из Изолита Которая пыталась Искусственно вожечь первое пламя И тоже превратилась Непонятная Древо хаоса Ложа хаоса Ложа хаоса Так же и Алдия превратился Во что-то отдаленно напоминающее Сгусток корней Пришел себя еще больше поджарить Так же и Алдия превратился Так же и Алдия превратилась Так, главное не сгореть Ну вот и все Победа И здесь у нас предстоит Выбор Уйти И дать пламени погаснуть Либо воссесть на трон Желаний Так уж его назвали Троном желаний На самом деле Этот трон Есть не что иное Как Горнила Давайте перед тем Как на него воссесть Облачимся В сет короля И восстановим Нашу человечность Стоит Стоит Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж... Возможно для кого-то грустно, а для кого-то наоборот... Но я наконец-то осилил Dark Souls 2 под запись... Мы долго к этому шли... И вот наконец-то пришли... Но это, как вы наверняка знаете, не все... Есть еще три DLC... Достаточно длинные DLC... Которые... Немного проливают свет... На других королей и королев... Но это уже, как говорится, совсем другая история... В общем, все эти серии с вами был Голодный... Всем до скорых встреч и пока-пока... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok